Великий английский драматург Уильям Шекспир говорил Музыка глушит печаль Друзья, сегодня у нас точно нет повода печалиться, потому что к нам специально из Соединенных Штатов Америки прилетел выдающийся виолончелист Борислав Струлев Борислав, здравствуйте Здравствуйте Борислав Струлев, российско-американский виолончелист, родился в 1976 году в Москве в семье музыкантов Отец Борислава – певец и хоровой дирижер, мать – пианистка С 8 лет Борислав начал профессионально заниматься музыкой, стремительно делая успехи в этом направлении И уже в 16 лет получил приглашение в США от американского пианиста Байрона Дженниса и президента Всемирного банка Джеймса Вулфенсона на дебют в Кеннеди-центре После успешных выступлений в Америке Борислав поступает в Манхэттенскую музыкальную школу, получив полную стипендию на обучение Имя Борислава Струлева стало известно широкой публике после его дебюта в Карнеге-Холле в 1999 году Сегодня Борислав – востребованный музыкант, сотрудничающий со многими оркестрами мира, среди которых Национальный симфонический оркестр Итальянского радио, Кёльнский симфонический оркестр, Симфонический оркестр Мариинского театра, Виртуозы Москвы, Детройтский симфонический оркестр и многими другими Борислав – частый гость различных музыкальных фестивалей, сам является художественным руководителем и идейным вдохновителем фестиваля «Белгород Мьюзик Фест» Борислав Струлев не боится экспериментировать, смешив музыкальные стили, играя со звуком и делая настоящий шоу на сцене, что делает его одним из самых ярких виолончелистов современности в мире Борислав, вы музыкант с мировым именем. Вы живете на две страны – в США, в России. Скажите, где вы чувствуете себя наиболее комфортно, где ваш дом? Я себя чувствую комфортно в одном месте – на сцене, когда я чуть-чуть прикрыт своим дорогим инструментом, виолончелью, и когда я, так сказать, делаю то, что люблю, для чего я предназначен, и где бы я ни находился, Если есть сцена, если есть горящие глаза, люди, которым нужно, и я вижу, что есть какой-то обмен, это может быть в любом точке мира, то это и есть какое-то ощущение, вот, знаете, дома, очага, потому что наше дело, музыканты, нести миссию своим искусствам. И, конечно же, я родившийся в Москве музыкант, в семье музыкантов, все мои родственники певцы и вокалисты, и я должен быть и есть в чем-то певец, вокалист, но я это делаю на виолончели. И весь мой подход вообще к инструментализму, к игре на виолончели – это некая вокализация, и для меня виолончель – это частичка такого оперного искусства. Я даже в чем-то, как бы, для себя лично придумал, наверное, и другие люди могут это слышать на новых дисках или что-то такого рода, мои проекты, которых очень много, я придумал такое, знаете, соединение виолончельная опера, это где виолончель делает главенствующую такую роль вместе с текстом, вместе с какими-то эффектами, с экран, с разными цветовыми гаммами. Мистерия вообще о создании виолончели, как может быть, вот стоит пенек, его забирает великий мастер, когда-то был Страдивари, сейчас прошли великие, много мастеров. Вообще Страдивари – человек, который когда-то виолончель так сделал по размеру, гениально, потрясающе, что она стала более сольным инструментом, и до сих пор ничего не поменялось в ней, вы понимаете? Сколько всего, уже айфон шестой, уже можно разговаривать, руками не трогать, все работает от пальца, то есть все выросло, машины, строительство, дома, авилончель, скрипка, вот этот размер, понимаете, как был волос из лошадки, в тросточке, понимаете, так и все осталось, и люди пытаются скопировать эти инструменты, но я вернемся к шоу, к такому вот оперу, что такое опера, это история, люди хотят приходить и слушать историю, тысячу раз увидели Евгения Негина, Тоску, Аиду, все знают, что такое вот опера, что есть либрета, о чем, но уже много-много сотен лет люди ходят на одно и то же, но почему, потому что они хотят увидеть, как тот или иной артист возьмет эту ноту, побыть в этой истории, послушать музыку, но чтобы опять, ведь что такое оперные либреты, это самые трогательные, нежные, воинствующие, страшные, может быть, даже в чем-то уроки жизни, этапы, и не зря великие композиторы брали определенные истории, понимаете, так почему же никто не делает этого с инструментальной, вот как бы музыкой, вы понимаете, и иной раз какие-то слушаешь разные фразы, что вот, ой да, изумительно, но вы знаете, вилончель это не формат, вот для такого-то мероприятия, вы видели, вы слышали, вот это история. Они говорят, что главный инструмент это все-таки человеческий голос, поэтому вот все музыканты пытаются повторить. Все музыканты пытаются повторить, и вы знаете, вилончель, могу сказать, все-таки мои нижние струны, четыре струны у вилончеля, поэтому нижние две, это бас, и шаляпинские ноты, и вообще, и так далее, потом баритановые, потом идут циноровые, и ляструна имеет три, а то и четыре октавы, поэтому диапазон, конечно, колоссальный, все голоса, все краски могут быть на этом инструменте сделаны. И, конечно, я вот запоминаю вот такие вот моменты, когда мне все-таки приходится, слава богу, есть возможность участвовать в каких-то больших таких мероприятиях, где режиссеры или постановщики в чем-то идут навстречу, берут не только вилончель, как в моих руках, главенствующую, да, такую вот партию этого мероприятия, но и новую музыку, которая за собой ведет и дает возможность людям вокруг этого сделать определенный танец, дает подоплеку художнику сделать правильные краски. И, конечно, моя мечта, некоторые меня спрашивают, ну а что, вот к чему стремитесь, концерты какие-то, ну, грубо говоря, это работа, это наслаждение, очень много планов, очень много разных программ, но вот стоит у меня где-то вот, знаете, как номер один, это вот такое вот вилончельная опера, которая, вот человек приходит и понимает историю, вот от момента вырубки дерева. Вы понимаете, я когда присутствовал у своего уже сейчас ныне живущего прекрасного мастера вилончельного, когда он при мне одевал первый раз струны, вот эту подставку, понимаете, как рождение ребенка, и первый вот этот вот звук, как крик, понимаете, это, конечно, абсолютно невероятное ощущение, и если люди этого не испытывали, не видели, ну, окей, для этого и есть какие-то вот такие вот вещи в какой-то вот упакованной другой форме мы можем... Ну давайте мы к вашим проектам вернемся чуть позже, я все-таки хотел сказать, вот вы сейчас говорите о вилончели как о ребенке, многие говорят о ней как о женщине, к этому инструменту какое-то особенное чувство, вы можете сказать, это, наверное, первая любовь, вы можете вот вспомнить свою первую встречу с этим инструментом? Ну, вы знаете, во-первых, к вилончели я отношусь по-разному, в зависимости от музыки, которую я играю, конечно, когда я первый раз вообще очутился с этим инструментом наедине, естественно, я не мог издать ни одного звука, А как-то получилось, вы же все-таки из семи вокалистов говорите? Абсолютно верно, это очень смешной, довольно вот такой вот, я считаю, что это божественное привидение, абсолютно, мы пришли с мамой в моей школу, и педагог обыкновенной школы музыкальной, где мы жили, сказал, что, Борислав, извините, но набор на фортепиано, потому что мы шли на фортепиано, самое популярное у нас дома рояле, все в порядке, изумительно, закончился. И у вас есть две возможности, это выбрать скрипку и вилончель, пожалуйста. Ну, мама взяла меня просто за руку, и мы вот-вот уже должны были выйти, годы поджимают, сапожник без сапог, так сказать, потому что дома консерватория, дедушка преподает, туда-сюда, мне уже семь с половиной, восемь лет, уже люди из трех, из четырех играют, а я как бы где-то болтался, подвешен в состоянии, и, конечно, нужно было уже принимать решение, и он мне сказал, Борислав, подумай, если ты выберешь скрипку, ты будешь заниматься, играть концерты всегда стоя. А если ты выберешь вилончель, то у тебя будет возможность заниматься и играть, по всему миру ездить, у тебя будет шикарный стул. Как, 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 как ты думаешь? Я посмотрел на этого директора. Большой бонус, конечно, да. И вообще, думаю, стоять всю жизнь, о боже, нет, я беру вилончель. Вы понимаете, ну как вот ребенок, может, который никогда не видел, не знал, да, и вот это вот какое-то, слова этого директора, ну, я не знаю, все, какие-то вот звезды, опять вот небо раступилось, понимаете, и получил какой-то свет, и правильную какую-то вот окраску этой фразы. Потому что неизвестно, был бы скрипка, может быть, я уже был бы совершенно в другом инструменте играл, понимаете. Поэтому вилончели я отношусь в зависимости тоже от репертуара, который я делаю. У меня несколько инструментов. Есть современные инструменты, на которых лучше играть более современную или джазовую музыку. Есть итальянец, на котором божественно звучит бах и вообще классическая музыка. Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» То есть филанчель Классика Переходящая потихонечку Для меня в специально написанный «Папури» Чтобы расслабить потом уже народ И как бы добавить ударных И сделать из этого такое вот массовое Что я считаю, что Именно вот это Именно пропаганда В хорошем смысле Нашего великого Уже сделанного Уже написанного Уже проверенного со штампом Сделана в России Понимаете? Уже стоит Гос вот это вот, как сглазгущенки, понимаешь? Все. Нету ничего лучше, чем Рахманинов, чем Чайковский, чем Мусоргский, чем Бородин. Это наше все. Понимаете, как бы люди, которые этого не испытывали и не видели, может быть, они не хотят и боятся, потому что они та подача. Вкусноватые лица, сидят люди, стоит спиной дирижер. Понимаете, как бы форму, поменять. По дачу. И тогда, я считаю, что в классах, просто в школах должен быть урок. Поход на вот такую огромную галу всем школам Москвы. Понимаете, это уже огромная масса. Это молодежь. Я в разных странах мира перед концертом хожу в школы. Сажусь в филончелию, играю Баха, играю в школы, где только что орали, визжали, думаю, господи, меня сейчас просто затоптают. Инструмент сломают. Пополам смычок об колено. Господи, такие бывают, ну, знаете, хулиганы. Но они начинают смотреть пирож жизни. Это вызывает огромную эмоцию, интерес. И эти люди, может быть, из трех тысяч вот таких учеников, сто понесут себе месседж, потом вырастут, придут в школу. Понимаете, если это не делать, то ничего не получится. И мы будем терять. И, к сожалению, это невозместимо. И понятно, что сейчас очень удобно. Нажал на кнопку, скачал mp3. В ужасном качестве, сжатый трак за, там, я не знаю, 20 рублей, доллар, я не знаю, неважно, сколько что стоит. Но, а что до этого было? Процесс. Композитор написал. Музыканты живые снимали студию, писали, выравнивали балансы. И вот это вот, понимаете, стало очень все, с одной стороны, доступно, а с другой стороны, у музыканта очень мало ресурса, чтобы быть в телевизоре. Люди, продюсеры говорят, ну, мы не соберем... Но вы говорили в интервью, да, что без спонсора нет искусства. Понимаете, должно быть, должно быть, как пожертвование, как церковь, как разные люди, проекты, есть абсолютно, абсолютная обязанность и государства, и так далее, просто заботиться... О молодых дарованиях. О молодых, во-первых, не то что дарованиях, а о молодой публике. Молодая публика, это те люди, которые вообще понесут себе будущее, и искусством, они будут по-другому созидать. Вы понимаете, что даже водитель на машине, который будет слушать хотя бы один час какую-то классическую музыку, это как лекарство просто. Будет очищать, и будет меньше аварии, будет больше концентрации, будет... Потому что в этой музыке просто другая духовность. Это как работа, молитва. Да, нужно встать с утра, нужно пойти, неважно на погоду, поставить... Понимаете, нужно прочесть, наизусть выучить. Это для чего все делается? Для того, чтобы человек очеловечился, стал больше, как бы ближе к чему, ради чего он создан. Музыка, молитва, отношение к Богу, это едино. Музыка, 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok